Друзья, всех приветствую, с вами адвокат Дмитрий Соловьёв. И на моём прошлом видеоролике о коронавирусе меня попросили заснять видео именно на эту тему. Антон Волков в комментарии пишет, сделайте пожалуйста ролик о возможности неуплаты процентов по кредиту на период действия карантина. Существует ли такая возможность? Также в случаях попадания в незащищённые слои населения, безработным, многодетным и тому подобное. В сегодняшнем видеоролике я поговорю, какие именно изменения в этой сфере были внесены на время действия карантина, о которых пишет мой зритель. Граждане Украины, у которых есть потребительский кредит и которые нарушили условия договора кредита в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года, такие граждане освобождаются от ответственности. Конечно, во время всеукраинского карантина наши чиновники не могут направлять все свои усилия только на борьбу с возникновением, а также распространением коронавируса, но также принимаются кое-какие, так скажем, послабления для физических лиц, а также юридических лиц. Насколько сильные эти послабления, конечно, судить не мне, однако я вам сейчас о них расскажу. Вернёмся всё-таки к потребительским кредитам. 18 марта 2020 года Зеленский подписал закон касательно поддержки налогоплательщиков и внесения изменений в налоговый кодекс, а также в ряд других законодательных актов. Закон о потребительском кредитовании был дополнен пунктом касательно того, что на время карантина граждане, которые взяли потребительский кредит и своевременно не уплачивают его, то есть не выполняют все условия договора, они освобождаются от штрафных санкций по данному кредиту, а также пени за просрочку кредита. Это означает, что на период с 1 марта 2020 года и по 30 апреля 2020 года кредитор не имеет права в случае просрочки вами кредита начислять вам штрафные санкции, пеню, а также завышенные проценты по кредиту. Но, друзья, спешу вас предупредить, что дополнение к закону Украины о потребительском кредитовании, оно не содержит норм, по которым вы не обязаны оплачивать именно тело кредита, а также процентов по кредиту, то есть от уплаты этих двух категорий вы не освобождаетесь. И, конечно, следует отметить, что с 1 мая 2020 года все стандартные условия договора, они будут восстановлены, если же, конечно, карантин у нас не будет продлен на определенный срок, что вполне возможно. Можно ли сегодня получить займ во время карантина? С утверждением закона проекта номер 3220 Верховной Рады Украины, все больше банковских учреждений очень критически относятся к согласованию потребительских кредитов. Критерии для заемщика стали гораздо жестче, а процент тех заемщиков, которым отказали в кредитовании, стал гораздо выше. Однако, нужно не забывать, что у нас есть в Украине рынок микрофинансовых организаций, который за последние несколько лет только вырос. И, конечно, такие организации до сих пор и во время карантина с радостью выдадут займ на какую-то определенную небольшую сумму, от 5 до 10 тысяч гривен. Однако, конечно, я своим зрителям не рекомендую брать у таких организаций займы, так как в последующем ко мне очень много поступает обращений именно по вопросам задолженности по микрозаймам. Там насчитывают нереальные проценты, штрафы, пеню и долг может вырасти у вас в 8, а то и в 10 раз. Поэтому, конечно, никому не рекомендую прибегать к услугам данных организаций. Касательно последних изменений. Наш министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения. Он это говорил и ранее, но пока что все-таки такие суровые ограничительные меры не были приняты, так как введение чрезвычайного положения, в свою очередь, оно будет способствовать ограничению основных конституционных прав граждан, а именно первостепенное право на свободу перемещения. Но, по его словам, это нужно было сделать еще с самого начала и не было бы такого развития распространения болезни в геометрической прогрессии. Друзья, если вам нужны мои юридические услуги, обращайтесь ко мне. Мои контакты указаны в описании к данному видеоролику. А если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Поделитесь этим видео с друзьями, чтобы все были в курсе об актуальных изменениях у нас по теме коронавируса. Также напишите свой комментарий, свое мнение на этот счет и желаю всем здоровья и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok